Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сангейтс начинает свою программу. Сегодня понедельник в Чикаго 11 часов утра, на восточном побережье 12 часов дня, на западном побережье Лос-Анджелес-Сан-Франциско 9 часов утра, в Москве 7 часов вечера, и как всегда по понедельникам в это время мы начинаем регулярную программу, ведущая и организатор которой является Анастасия Хрущинская, ну и как всегда у нее гость, которую она сейчас представит сама. Настя, добрый день! Спасибо большое, Миша! Добрый день, доброе утро, добрый вечер, и на связи у нас сегодня Киев, и с нами в эфире Лариса Шейгородская. Лурочка, добрый вечер, спасибо большое, что вы согласились принять участие в нашей программе, и я буквально пару слов сейчас представлю свою гостю, а потом она нам уже сама все будет рассказывать, потому что гость у нас необычная, и тема у нас сегодня просто невероятно полезная, я считаю, вот не побоюсь даже такого громкого заявления, я считаю, что каждый должен послушать сегодня нашу передачу обязательно, не в прямом эфире, так в записи, потому что мы сегодня поговорим о йоге и зрении, о том, как с помощью практики йоги и специальных упражнений можно исправить зрение. Ну, я не знаю, может быть, это действительно очень громко заявлено, исправить зрение, но тем не менее мы как раз поговорим о методиках, которые помогают сохранять и улучшать зрение. Итак, моя гостья Лариса Шейгородская практикует классическую хатха-йогу с 2004 года, и она является ученицей и последователем школы Анатолия Пахомова, который у нас, кстати, тоже был в гостях в мае этого года, очень приятно. Лора, что вот у нас так прямо ваша школа представлена очень широко в нашей программе, что так получилось. Вот, и Лора на самом деле является разработчиком уникальной техники и практики по методике по восстановлению зрения, и это одно из основных направлений, ну, помимо, конечно, работы с позвоночником, то, что практикует Анатолий, вот, и даже у Лоры есть такие телепрограммы, которые можно, кстати, наверное, найти даже, да, Лора в интернете. Да, они в Ютубе, там, правда, они выложены не у меня, я пока не дошла до разборок. Ну, в общем, тем не менее, были даже записи телевизионные практики именно йоги зрения, да, это была передача украинского телевидения Погода ТВ, цикл из 15 программ. Ну, еще раз здравствуйте, я очень рада вас видеть, такая прекрасная, удивительная собеседница у меня, я все время восторгаюсь, а Лору уже не первый год, на самом деле, знаю, и всегда восхищаюсь ее красотой и женственностью, обаянием. Да, ну, и в первую очередь, почему йога зрения, да, вот как-то ваша личная история, наверное, вас к этому привела? Так получилось, что одновременно с прохождением инструкторского курса я узнала о том, что в Киеве проходит курс по восстановлению зрения, приезжали мастера из Днепропетровска, по-моему, или из Донецка, не помню уже, и меня заинтересовала эта тема, и оба знания наложились одно на другое. Когда я прошла курс по методике восстановления зрения офтермолога американского Бейтса, то первое, что меня озадачило, что на практике для зрения, оказывается, нужно выделять еще в течение дня кучу времени, времени. А как известно, время — это самый большой жизненный ресурс, да, у нас. И в целях оптимизации я решила попробовать и совместить и йогу, и упражнения для глаз. В результате получилась очень удачная комбинация, как мне кажется, поскольку когда потом я изучала более подробно трактаты древние йоговские, я обнаружила, что кое-что Бейтс взял непосредственно оттуда, или, может быть, он общался с кем-то из йогов. Но очень много общего, и методики чудесно дополняют. Одна другую, я имею в виду практику йоги и практику восстановления зрения. Ну вообще, как это реально, восстановить зрение? И, в принципе, я хотела, на самом деле, услышать от вас личный ваш пример. Я знаю, что вы тоже ходили в очках. Да, даже когда, вот вы вспомнили про ролики на Погода ТВ, мы снимали, и чтобы сделать кадр интереснее, они просили каждый раз принести с собой какой-то предмет, который можно было бы покрутить в руках, чтобы было интересно зрителю. И на одной из записей я решила найти свои старые очки, показать, как я выглядела в очках. Но я дома их искала очень долго-долго-долго-долго, потому что я совершенно забыла, куда я их спрятала. Такое было требование, когда я училась на этом курсе восстановления зрения по Бейтсу. Там мастера жестко ставили условия, что мы отказываемся от очков. Очки это сопоставимо с костылями для... Да, я как раз хотела сказать, что как это костыли такие, да, наши? Да, и было такое условие, что на время прохождения курса мы не пользуемся очками. И в тот период я как раз очки спрятала, и прошло уже несколько лет, я совершенно забыла, где они. И когда мне они понадобились для того, чтобы их как-то продемонстрировать в кадре, я их даже не могла найти. Но у меня был не очень серьезный минус. У меня было минус два с половиной, минус три примерно, или за рукость. Ну да, жить можно, конечно, но все равно неудобно. С таким небольшим относительно минусом вполне комфортно можно обходиться без очков. Но для тех, у кого более серьезная аномалия, например, минус пять, минус шесть, ко мне приходят люди на занятия, я не ставлю столь жесткие условия. С таким серьезным отклонением надо искать способы практиковать и осознавать, может быть, и в очках оставаясь, хотя бы время от времени пробуя их снимать. Но сейчас многие пользуются линзами. Рекомендация следующая. Время от времени пробовать видеть своими глазами. Ну, я не ставлю жестких условий, что мы отказываемся от очков, снимаем, все прячем, топчем, разбиваем. Потому что йога — это все-таки срединный путь, и нам нужно учитывать разные факторы жизненные, как-то вот размер аномалии и насколько в конкретной ситуации очки необходимы. Скажем, за рулем, человек без очков, плохо видящий, может представлять опасность для окружающих. Ну, в общем, да, когда очевидная безопасность тебе угрожает, когда есть угроза жизни, то, в общем, конечно, надо очки применять, а не пробовать без очков. Не отказываться категорично. Ну, есть и следующее наблюдение. Я помню, что когда я делала очки для себя, то у меня было первоначальное намерение одевать их только именно в таких ситуациях, когда они мне нужны, когда я должна что-то разглядеть, но не могу. Например, в магазинах где-то, где очень далеко ценники, например, где-то на курсах, на каких-то, где пишется что-то на доске, нужно увидеть картинку, почитать, ну, в подобных ситуациях. И даже сын тогда, еще у меня был маленький сын, сын еще был маленьким, он сказал, что, мама, ты теперь будешь все время в очках? Я говорю, нет, нет, я только на определенный момент для себя сделала очки жизненные. Ну, за рулем когда? Оказалось, что придерживаться такой философии на практике довольно сложно. И когда человек одевает очки, я помню, это по себе. Сначала по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом их все меньше и меньше снимаешь. Те, кто ходит в очках, наверное, наблюдали такой эффект, что все труднее снимать. Даже в ситуациях, когда они не столь необходимы, люди остаются в очках. Это приводит к таким последствиям, что глаза как бы не стимулируются на видение. Да, внешнее приспособление очки позволяет увидеть, и человеку нет такой явной необходимости смотреть на мир своими глазами. Это раз, слабеют мышцы, глазодвигательные, потому что это как мы сопоставили с костылями. Мне кажется, еще более удачный пример, если сравнить с ребенком, которому пора ходить, он еще в ходунках. И если этот период задержать, то ноги, которые должны были научиться ходить, должны были развиться правильно, они останутся неработающими. То есть, ближе, как по мне, вот эта ассоциация с ходунками. Мы мешаем работать глазодвигательным мышцам, используя такое внешнее приспособление. Очки изначально были задуманы, как, помните, рукой нужно было подносить, посмотрели. Да, пенсне, да, вот такая идея пенсне, то есть они же не цеплялись, чтобы рассмотреть что-то, помочь себе в какие-то определенные моменты, а не для постоянного ношения, да, как в современном мире. Ленивые создания в определенных ситуациях эволюционных это хорошо, но в данном случае это привело к тому, что вот нам стало лень подносить людям, я имею в виду, и изобрели очки, вот эту форму, цепляющуюся на нос. С дужками, да. Да, да. Которая удобна для постоянного ношения, и мы не осознаем при этом, что сами вредим себе. Что касается моего личного опыта, то вот я отказалась от очков, ну, конечно, я бы не стала так громко заявлять, что я восстановила зрение свое на 100%. Есть эффект очень позитивный, мне он нравится, и люди, которые приходят ко мне на занятия, тоже наблюдают позитивный эффект, хороший. Ну, я сразу всех предупреждаю, поскольку у меня есть свой такой опыт, когда я заметила, насколько лучше я стала видеть, это выражалось в том, что, допустим, выглядывая в окно, я до практик восстановления зрения не видела четких линий, линий, например, трава там на приборке напротив, листва. Тут я, подходя к окну, наблюдала с огромной радостью, с удовольствием, что я вижу очень далеко, четко каждую травинку. То есть, а сторона зрения вернулась, да? Да, в определенных жизненных моментах проявлялся такой эффект поразительный, что я замечала, что, да, я вижу намного лучше. Я стала без проблем ориентироваться, когда транспорт подходит, номера автобусов, маршруток, читать текст наружной рекламы, там, где внизу написано, что это вредит вашему здоровью. И на этой позитивной волне я направилась к офтальмологу кабинет, для того, чтобы выяснить, насколько мое зрение улучшилось. В результате осмотра оказалось, что зрение не улучшилось. Я сделала для себя следующий вывод. Сама атмосфера кабинета, белизна стен, белизна вот этой проверочной таблицы Сивцева, белизна халата и так далее, все это очень сильно напрягает. Мы пробовали одну линзу за другой, и в результате я поняла, что напряжение, которое психическое, оно передается туда и в глаза, и результат поэтому был... Ну, такое же зрение оказалось на осмотре, так и было до практик, которую я предпочитала. Хотя психологически, да, хотя вот ощущение было, что зрение улучшается, да, то есть стала лучше, ясность, какая-то четкость, фокусировка появилась, да? Да, я хочу вам сказать, что зрение не является, четкость зрения не является постоянной величиной. У меня очень переменное качество, и зависит четкость видения от очень-очень многих факторов, и от освещения, и от состояния в целом организма на данный момент, от того, насколько вы выспались, от того, насколько расслаблены, насколько расслаблены вы вообще в целом физически, и ваши глаза, и психическое расслабление тоже. В течение дня мы видим очень по-разному, и это может быть довольно серьезный разброс, поскольку я не пользуюсь сейчас вообще очками, и я знаю, что разброс может быть довольно серьезным. Зависит от того, какой деятельностью вы занимаетесь. Пару лет назад я увлеклась вышивкой, видела Анастасия тоже. Да, мы с вами коллеги, коллеги. Ну, мне очень захотелось сделать вышиванку, сын, и я очень вовлекалась в процесс, и я почувствовала сразу, как зрение стало садиться от вышивки. Не от вышивки, а от того, что мы не совсем правильно используем глаза в такой работе. Это относится, например, и к рукоделию, не только к рукоделию, и к работе за компьютером, все знают, или, допустим, если люди пишут, от руки, ну, в общем, любая работа, связанная с напряжением глаз, если человек вовлекается, забывает отдыхать, забывает переводить взгляд вдаль, то зрение будет ухудшаться, потому что мышцы фиксируют глазные яблоки для смотрения вблизь, и именно от этого глаза устают, не от самой работы, а именно от длительной фиксации в одном и том же положении. Ну, кстати, вот у меня есть своя ремарка, уже достаточно у меня большой опыт вышивальный, да, то есть я могу там уже не один десяток лет вышиваю, и я хочу заметить, что очень, у меня есть примеры, когда у людей зрение улучшалось, именно от вышивки, потому что там происходит тренировка мышцы глазной, когда мы переключаем внимание, мы переключаем зрение, а от работы на схему, да, и туда-сюда, мы глазами туда-сюда, туда-сюда. И второй момент, который на самом деле очень многие вышивальщицы, я в свое время, когда у меня тоже сын родился, маленький был, я ночами сидела на всяких вышивальных форумах, и вот эти вот молодые мамочки, они сидят ночами, вышивают, да, вот, ну, единственный момент. И вторая проблема, это очень плохое освещение, при котором вышивка осуществляется, и это как раз является причиной потери зрения. Вот, и я вот для себя определила две такие, два, такой момент, что, как бы, с одной стороны, мы, именно потери происходят от того, что мы себе не создаем правильные условия работы. Совершенно верно, согласна. Хотя, в общем, если вот посмотреть, да, вот это именно движение глаз с работы на схему и обратно, оно как раз нам дает очень неплохую тренировку, да, уже это естественное такое поражение происходит. Да, если говорить о рекомендациях, связанных вот с подобной работой, то необходимо просто осознавать, когда ты сильно очень вовлекаешься в процесс, и делать вовремя паузы, каждые полчаса хотя бы вставать, разминаться, возможно, подышать свежим воздухом, проветрить помещение, потому что от кислорода тоже зависит острота зрения, кстати, не только от освещения, от того, насколько много кислорода в пространстве. Вот мы тут как раз можем к йоге вернуться, да, потому что мы так совсем углубились в тему офтальмологии, да, потому что как раз йога, особенно ваша практика, вот в арджи-йоге, работа с позвоночником, корректная работа с позвоночником, она дает возможность расслабления мышц позвоночника. Я знаю, что когда у нас зажимы, то у нас на самом деле зрение тоже может ухудшаться из-за этих проблем. Вот, и потом практика йоги, она как раз нас насыщает кислородом, очень важно, если особенно если мы пранаяму делаем, да, чтобы мы делали ее в хорошо проветриваемом помещении, чтобы кислород поступал, иначе, в общем, практика пранаямы малоэффективна. Конечно. Вот, я правильное дополнение делаю. Да, совершенно верно. В счет этой темы, на эту тему, давайте, может быть, поговорим по поводу позвоночника. Есть схемы, которые объясняют, какой отдел позвоночника за работу, каких внутренних органов отвечает. Видели это? Да, конечно, я с этим знакома, но для наших радиослушателей обязательно надо повторить, потому что, может быть, не все знакомы с этой концепцией, да, и все. Там все логично, шейный и грудной отдел отвечают за, куда ближе, как бы, отвести эти провода, так и отвела. За работу сердца грудной, и шейный, это голова, да, лицевой нерв. В этой схеме стоит обозначение, что за зрение отвечает второй шейный позвонок. Ну, согласно нашим данным, поскольку наш учитель, о котором рассказывал, Анатолий Пахомов, Юрий Николаевич Главчик, он человек видящий, мы знаем, исходя из его видения, что у взрослых людей эту функцию несет уже грудной отдел. Функция, то есть шею, он практически не правит, а правке, как правило, нуждается грудной отдел. Вот проблема в грудном отделе как раз может вызывать и в том числе напряжение в глазах, неправильную работу глаз. Поэтому с точки зрения ваджа йоги нужно править позвоночник, в особенности грудной отдел. И йогой мы даем компенсаторное воздействие, немножко компенсируем те смещения, которые наработали какими-то некорректными действиями. По-серьезному нужна правка. В йоге лучше всего в этом смысле работает поза, которая называется шашакасана. Это когда, сидя на корточках, голову опуская между колен, в общем, там идея в том, что хорошо округляется, вытягивается грудной и шейные отделы. Вы поняли? Как бы головой. Да-да-да, я поняла. Растягивается позвоночник, мы просто растягиваем мышцы, да, их как бы расслабляем, даем им движение. Вытягивается, раскрывается со стороны спины, как книжечка. Книжечка, ну, вот такой. Ну, как бы эффект такой, да, понятно, как книжка красиво так раскрывается, когда мы кладем, да, так странички вверх. Да, да, и поэтому там где-то, если и было пережато, то хотя бы на время удержания позы нервная система получает доступ к соответствующему органу, к соответствующей системе и может навести порядок. Шашакасана, там единственное, ну, там несколько оговорок есть, но очень важная оговорка, что нужно избегать компенсаторного воздействия на шейный отдел. там, возможно, возможен вариант, когда ошибочный, когда человек опирается на голову, на голову не опираться в шашакасане, держать вес тела на ногах, а просто округлиться и вытянуться. Вот это самая, наверное, полезная для грудного отдела практика. Я знаю, что вы используете, ну, то есть у вас своя собственная методика, но вот интересно, я как раз, когда готовилась к передаче, я посмотрела, у меня есть такая замечательная книга о Индредеве, йога для американцев, да, ну, поскольку мы тут в Америке живем, ну, так получилось, это очень старая книга, на самом деле, 56-го года, и в первом она предлагает как внедрить практику йогу, да, в домашний, в свой домашний обиход, да, в свою рутину ежедневную, и программа на 6 недель расписана, и самое первое, с чего начинаешься, это практика для шеи, да, вот, и второе, это для глаз. И самое первое упражнение, и последнее этим упражнение, это называется палминг, и я знаю, что это упражнение Бейтс тоже активно, он, видимо, его из йоги и взял, как у меня есть, ну, у меня кто я такая, да, чтобы судить об этом, но, и, в принципе, очень многие об этом заявляют, и чем этот палминг помогает, и насколько вот он хорош, потому что я уверена, что вы его тоже используете. Я правильно говорю палминг, потому что у меня, может быть, не та ассоциация с русским и английским, но вроде как бы на русском он тоже так и называется палминг. Ну, конечно, термин этот английский, потому что быть был американцем, от слова палм, ладонь, я перевела, конечно, на русский, и привожу оба термина, чтобы люди ориентировались, ладонирование и палминг. Имеется в виду наложение ладоней на глаза. Это центральная, такая ключевая практика в методике «Самовосстановление зрения». По ней нет ограничений, никаких в отличие от других упражнений, которые мы можем практиковать для глаз. В дальнейшем скажу, какие там есть ограничения. По этой практике чем дольше, тем эффективнее. И как раз вот, когда я обучалась на курсе, то нам рекомендовали такой как бы санаторный режим. Это в течение каждого часа делать 15 минут палминга. А то есть прямо вообще сел, да, наложил руки и сидишь с наложенными руками каждые 15 минут. И сидя, можно делать и лёжа. Ну, лёжа затекает локти, можно подложить под локти подушки. 15 минут будет локти затекать у неподготовленного человека. Да, ну, по-моему, это, конечно, тоже... Это точно санаторный режим, это потому что по-другому не назовёшь в обычной жизни дешево. Вряд ли выдержит долго, потому что есть же другие задачи в жизни. Достаточно. Тоже. Да, я даю эту практику на занятия, она очень эффективная. Если интересно рассказать... Да, конечно. Нужно растереть ладони до ощущения жара и тёплые ладони наложить на глаза так, чтобы они, как бы, буковкой В, пересекались пальцы в районе лба, плотная часть ладони закрывала глаза, но на глаза при этом не давим, а если одевали маску для ныряния, то такое плотное касание вокруг. Глаз, сами глаза не касаются, только рискнительные. Глаза при этом закрыты или открыты остаются? Глаза мы при этом держим закрытыми, и смысл этой практики как раз в расслаблении. Поэтому нужно найти удобную позу, чтобы расслабились и руки, и шея, и мышцы лица. То есть нужно следить за расслаблением челюсть, язык, чтобы все это расслабление передавалось в глазодвигательные мышцы. при этом мы представляем черный цвет, как будто смотрим закрытым взглядом вперед. Как будто смотрим на картину Малевича черный квадрат. Да. я привожу образ черный бархатный занавес. Мне он кажется более удачным, потому что нужен такой мягкий ровный черный цвет. Масло может отсвечивать. У многих людей возникает при этом эффект мелькания вспышек, звездочек. И нужно настроиться, представить, что видишь очень глубокий, ровный, мягкий, черный цвет. И какое-то вот время, минут пять, может быть, если получается, то и пятнадцать, и двадцать, держать ладони на глазах. То есть мы при этом больше их не согреваем, да, один раз мы их довели до тепла, и потом дальше просто держим, и все. Если вам некомфортно, если руки замерзают, то придется согревать, потому что именно тепло ладони и передается глазам, при этом еще важно, ну я как инструктор проговариваю на занятии позитивные установки, или же если вы это делаете самостоятельно, то мысленно оставаться здесь и сейчас в практике, это основная практика йоги, присутствие здесь и сейчас, практика Махамудра называется, чтобы эффект был значительным, важно оставаться здесь и сейчас, потому что первое, что произойдет с умом, как только вы начнете это практиковать, ум улетит в какие-то левые размышления, и тут как раз начинается тоже практика йоги, мы отслеживаем движение ума и возвращаем ум к наблюдению черного цвета, это практика йоги, основная практика Махамудры, и чтобы сохранять внимание здесь и сейчас, можно собирать его внимание на интересный процесс энергообмена руки, глаза, представляя, как из ладоней в глаза течет энергия, покой, тепло и расслабление, и чтобы еще лучше собраться, можно проговаривать это при себя, глаза расслабляются, тепло, расслабление течет в глаза, в этом заключается практика парнинга. Вот у меня сейчас поступил вопрос от наших радиослушателей, можно ли, есть ли какие-то практики и советы с тем, как работать с возрастной близорукостью, потому что не секрет, что начиная с определенного возраста большинство людей начинают испытывать проблемы со зрением, даже те, у кого не было проблем до этого никаких, начинаются какие-то ухудшения, вот я просто даже сама стала это наблюдать, при том, что я обладаю очень хорошим зрением, от природы никогда вообще очки не носила и не знала, но с возрастом я поняла, что сейчас острота зрения стала падать, удивительно для меня, потому что, конечно, человек не думает, что с ним что-то может случиться, ему кажется, что он обладает определенной качестве, так будет всегда, ну там скорее всего речь о дальнозоркости, потому что, как правило, или близорукость, близорукость чаще в школьное время развивается напряжение вблизи, там, что вам сказать, рекомендации все ровно те же самые, что и при близорукости, и при других незначительных отклонениях, нужно научиться расслаблению, следить за расслаблением грудной и шейный отдел, правильно, симметрично двигаться с учетом правил, то, что мы называем корректный подход к позвоночнику, то есть это правило безопасных перемещений в пространстве с учетом биомеханики позвоночника, то есть это симметрия с возрастом, как по мне, почему проявляется ухудшение зрения даже у тех людей, которые вот всю жизнь прожили, прекрасно видели, скорее всего, это накопление, как раз напряжение произошло, накопление смещений в позвоночнике и потому, что люди стали прилично жить последние несколько суток, продолжительность жизни значительно увеличилась, поэтому в некоторых системах вот наблюдается пока такой дисбаланс, то есть мне кажется, тело пока не адаптироваться к длительной продолжительности жизни. Вообще получается, что на самом деле рекомендации все те же самые, что и для просто здорового образа жизни, больше двигаться, меньше сидеть, давать нагрузку своему телу физическому, потому что глаз на самом деле это же точно такая же мышца, если мы тренируем свое тело, мы даем... Там несколько мышц, там, интересно, эта система работает. По поводу напряжения тела мы в аджи-йоге не очень ратуем за напряжение, мы скорее такую за полурасслабленную форму существования. Нет, ну это прекрасная концепция, конечно, но я имею в виду, что современный человек, он как раз напряжен, потому что если мы возьмем современное общество, ну цивилизованное, скажем так, с которым мы сейчас с вами живем, то мы, энное количество времени проводим за компьютером, мы очень много сидим, да, и тем самым, соответственно, то есть мы как бы сидим там нога за ногу, например, да, или делаем какие-то такие вещи. Согласно нашим данным не является большой проблемой, гораздо более пагубное влияние оказывает поза, которая привычна для всех за компьютером, я сама с собой борюсь все время, но трудно отслеживать. Ну, в этом тоже заключается практика йоги, то есть особенность во всех действиях. Я имею в виду позу, когда мы сидим за компьютером, оперевшись на одну руку. Вот такая метричная поза, упор на локоть, создает такой, как рычаг воздействия на грудной отдел, если вы при этом еще повисли, расслабились, и просидели в этой позе в приличную продолжительность времени, час, например, то это ведет к смещению. Как показывает опыт правок, все практически нуждаются в правке грудного отдела, там очень болезненное воздействие на лопатку, на левую. Ну, понятно, то есть мы, в принципе, мы постоянно в жизни, у нас есть какой-то перекос, то есть это очень важно. Да, практика йоги, она дает нам такую опору следить за нашим положением, то есть если мы помним о том, что мы должны ровно, да, держать спинку, то это, соответственно, дает нам как раз эффект присутствия здесь и сейчас, в этом и есть йога. Это самое важное, да, что вы озвучили, это эффект здесь и сейчас, то есть практика Махамудры, включение в момент, то есть осознавание положения своего тела в пространстве, это очень важно. Следим за тем, чтобы это положение было, насколько это возможно, симметричным, избегаем асимметричных нагрузок. Ну, плюс практика йоги укрепляет мышцы, которые поддерживают позвоночник и просто становится легче и сидеть, и ходить с прямой спиной. Наблюдали такой эффект, да? Конечно, да, я наблюдала такой эффект. У меня еще один вопрос, какие заболевания, в принципе, ну, я не знаю, какие проблемы со зрением можно решить с помощью йоги зрения, йоги для зрения, да, то, чем вы занимаетесь. Ну, есть наверняка какой-то спектр определенных проблем, да, который гарантированно, ну, не гарантированно, окей, потому что, конечно, никто тебе не гарантирует, если ты сам работать не будешь. Но тем не менее, при каких-то заболеваниях, при каких-то проблемах, то есть, ты можешь достичь эффекта, при каких-то нет. Вот есть у вас эти наблюдения? Ну, зависит от степени запущенности заболевания, от того фактора или комбинации факторов, которые вызвали заболевание, насколько их реально проработать, от осознанности человека, то есть, мало того, что мы занимаемся в зале, надо осознавать себя и в течение остального, промежуток, остального дня. Люд, садитесь. Да, ну, это понятно, что мы, но тем не менее, есть какие-то, ну, у вас же есть уже, вы так много лет практикуете, я понимаю, мы не доктора, у нас все в рекомендательном порядке, мы сейчас никаких не даем, да, волшебную пилюлю не даем, но тем не менее, вот есть какие-то значительные улучшения, допустим, там астигматизм, к примеру, да, вот люди с астигматизмом, они, которые практикуют, у них явно там начинаются улучшения, какие-то вот именно острота зрения, но я, астигматизм, я не уверена, что это то заболевание, да, которым... Астигматизм сложнее, с дальнозоркостью, с дальнозоркостью проще, была у меня практикующая с повышенным глазным давлением, и был интересный опыт, что она замеряла давление в глазах, ей было интересно до занятия и после занятия, и был хороший очень результат. То есть у нее начались улучшения, да, острота зрения стала возвращаться? Нет, там давление... А, давление, ага. Глазное давление стало немного меньше после занятия. А какие еще примеры были вот такие позитивные, именно улучшения после практики? Ну, или не обязательно после практики, а вот люди практикуют какое-то время, и вот они приходят и говорят, Лора, спасибо тебе огромное, как же ты нам помогла, мы просто почувствовали вкус жизни. Так и говорят, некоторые так и говорят, да, что стало ярче, стало четче. Я на самом деле вот хотела вначале спросить, но все равно, вот я знаю, что вы в пэграунде, а в прошлом вы занимались журналистикой. Вот мне интересно, как журналист в йогу пришел, да? Вот вообще как это происходит? Потому что, ну, наша программа, она называется именно «Путь йоги», поэтому мне всегда интересна личная история моих гостей, почему мы приходим в йогу, и что нас ведет? Какая-то проблема, либо это возникло, или какой-то это все-таки, не знаю, зов, путь, случайно увидела, узнала, как вообще это произошло? Ну, в моем случае это может быть не очень интересная история. Я случайно попала на йогу, и мне очень повезло, я сразу попала к Пахомову. До этого до йоговского периода я была журналистом, работала в очень серьезном издании украинском, бизнес, это было лучшее издание деловое на тот момент, я получила очень хороший, полезный опыт для себя, там было очень много людей, у которых можно было поучиться очень яркому слову, потому что там люди писали на уровне Бога. Ну, поработав несколько лет, я, вот как раз такой момент осознанности, он для многих, это йога, которая включается, человек не знает еще этих слов, что есть йога, но когда человек задает себе какие-то вопросы жизненно важные, это включение йоги в жизнь, у меня возник вопрос, для чего я это делаю, то есть поначалу, да, я ощущала очень много позитива, на каком-то этапе задавался вопрос, для чего я это делаю, и получила неутешительный для себя ответ, что скорее всего из-за денег. И когда человек, занимаясь работой, если честно даст себе ответ и пал такого рода, что я работаю для денег, из-за денег, то здесь, мне кажется, уже дошел до точки, называется. Ну, это же жизнь, мы живем в материальном мире, поэтому мы не можем отказываться от денег, деньги это тоже энергия, поэтому они нужны, конечно, так. в работе должен быть иной интерес, более актуальный, более... Я согласна, да, это я согласна, мы должны следовать истремлениям души. Чем просто деньги, а деньги уже как побочный эффект. Как побочная энергия, да. У нас есть еще немножко времени, и я хотела еще спросить, может быть, вы дадите какие-то практики, которые можно, ну, в обычной жизни, да, неотносительно йоги, какие-то упражнения расслабляющие, или что мы можем сделать, ну, до каждый день, да, вот какие моменты, чем можно позаниматься для того, чтобы наши глаза все-таки поддерживать их состояние здоровья. Я сейчас готовлю очень интересную, на мой взгляд, программу, которую запущу, скорее всего, в Фейсбуке. Я хочу сделать программу следующим образом, чтобы человек получал минимум теории о работе глаз, и о том, что помогает глазам, а что для них чревато осложнениями, скажем так. И маленькие задания на каждый день, чтобы внедрить в свою жизнь новые привычки, и чтобы немного изменить в целом образ жизни, улучшить его с точки зрения, зрения. Да, ничего страшного, да. Да. И я думаю, что это будет очень полезный такой курс. Его можно будет пройти онлайн. Как раз сейчас я расписываю вот по дням такие мини-задания и теорию. Есть чем поделиться. Дорогие друзья, подписывайтесь на Ларису Шигородку в Фейсбуке, да, и я думаю, что вы тогда не пропустите однозначно ее программу. Но, тем не менее, мы же тут поделимся секретами. Конечно, секретов как таковых и нет. Первое, что самое важное, это вот то, о чем мы говорили, осознанность, симметрия, прямой позвоночник, симметричное положение плеч. Это что касается деятельности в течение дня. Деятельность, связанная с напряжением глаз. Поставьте, может быть, себе напоминалки или такой, как внутренний маячок для пущей осознанности, что каждые полчаса или каждые 40 минут я встаю, хожу, отдыхаю. Можно полежать, можно пройти, проветриться. Суть в том, чтобы переместить взгляд от ближней фиксации на дальнюю фиксацию. Если нет возможности поактивничать телом, погулять, походить, встать, размяться, то хотя бы переводить взгляд от экрана, если мы говорим о работе за компьютером или от вышивки, или от любой другой деятельности, то есть от с этого расстояния на дальнее расстояние. Наверное, всем известно упражнение на смену фокусировки очень приятное. Его можно выполнять в разных вариантах. Многие слышали о нем, это фиксация на стекло и за стекло, если мы стоим у окна. Если мы едем в транспорте, если вы, конечно, не сами за рулем, а сидите в кресле пассажира, то тоже можно использовать упражнение на смену фиксации. Какое-то время смотрим на стекло, а потом перемещаем взгляд вдаль, как будто видим сквозь стекло, не видим стекло. И так далее. Туда-сюда, туда-сюда, вот так погонять зрение вдаль, желательно удерживать чуть дольше, потому что мы уходим как раз от напряжения вблизи. Очень большой позитивный эффект приносит массаж. По лично моим ощущениям он работает даже лучше, чем пальминг. Массаж для зрения это практику это можно найти в моем исполнении. Я, возможно, перезапишу, сделаю новый ролик, потому что те ролики, о которых Анастасия упоминала по годы ТВ. Там много лишнего в тех роликах. Или же в исполнении каких-то других мастеров разучить под начитку, под объяснение, под ролик на Ютюбе, а потом практиковать самостоятельно массаж для восстановления зрения. Вот по этим ключевым словам он очень позитивно вот сразу заметен эффект, если вы, допустим, лично вы, Анастасия, устаете от работы, замечаете, что зрение ухудшается, например, от вышивки или от, может быть, вы бишите или еще что-то такое, то можно просто посидеть либо память, либо поделать массаж для глаз. Массаж, там важные такие нюансы, что на глазные яблоки не следует давить, мы массируем только область вокруг глаз. На самом деле простой эффект получается, потому что мы тем самым массируем и обеспечиваем приток крови к этим органам, да, сразу у нас просто оживляются все обменные процессы вокруг глаз, тем самым физика процесса очень простая. может объяснить с точки зрения физиологии, конечно, хотя может выглядеть как волшебство, как есть такое утверждение, что через руки течет энергия, да, и вот когда мы накладываем ладони на глаза или делаем любой самомассаж, мы как бы пополняем свой внутренний запас энергии. Это одно не отрицает другого, и то, и то верно, на мой взгляд. Утверждение, но оно же объяснимо просто чисто физиологией, тепло рук, я еще хотела, у меня тут можно еще один вопрос, у нас буквально тут пара минуточек, потому что я знаю, вам нужно идти на практику, Лора нас удивительно порадовала приходом к нашу студию, да, виртуальным, но тем не менее она через 10 минут должна вести занятия, поэтому мы ее отпустим немножко раньше, чем ровно в 10 часов по времени Сан-Франциско, и я хотела спросить про такую практику югическую, как тратака, да, посмотреть на свечу, у Бейса есть такая техника, тоже очень похожая, чем на тратаку, это санинг, да, опять же, я не знаю, как это по-русски называется, ну, смотреть на солнце, но мне кажется, тратака именно на свечу, она более экологична, насколько она полезна? если возвращаться к йоговским трактатам, то про тратаку сказано, что это практика, дающая божественное зрение, эта практика описана в нескольких трактатах, в Хиранда, Самхите, в Прадипике, я по возможности даю на занятия, если нашим радиослушателям будет интересно, могу рассказать, суть заключается в том, что нужно зафиксировать немигающий взгляд на какой-то объект, в классике, как правило, приводится в качестве объекта свеча, но не обязательно, свеча может быть любой объект, но очень хороший объект для тратаки, также восходящее, заходящее солнце, когда оно еще не яркое, желто-белое, а когда оно еще такое, как розовое яблочко, вот именно те моменты, когда оно близко к горизонту, зафиксировав, неподвижно взгляд, нужно передержать тот момент, когда захочется сморгнуть, удержаться и не сморгнуть, чтобы побежали слезы, вместе со слезой из глаз уходят токсины, и глаза таким образом очищаются, то есть тоже тут, как бы с одной стороны эзотерическое такое утверждение, что практика дает божественное зрение, а с другой стороны все объяснимо физиологически, со слезой глаза очищаются, и достаточно, у некоторых есть проблемы, что слезы долго не идут, ну достаточно, чтобы хотя бы из одного из глаз пошла слеза, практика очень эффективная, если делать на свечу, то желательно, конечно, в приглушенном свете, может быть на ночь, я рекомендовала бы прямо непосредственно перед сном, когда вы уже все сделали, подготовились ко сну, помылись, почистили зубы и так далее, все свои естественные ежедневные процедуры, прямо перед сном сделать, еще посмотреть на свечу, дождаться пока хотя бы из одного из глаз сойдет слеза, после этого сразу в постель, помимо того, что практика очищает глаза за счет того, что сходит слеза, еще дает очень качественное расслабление для ума, поскольку контакт с пламенем, это контакт с энергией огня, огонь — это энергия трансформации, можно так, если образно выражаться, сказать, что таким образом мы стираем накопленные за день лишние впечатления, лишний видеоряд, который для жителей мегаполисов неконтролируемый в большинстве случаев, когда мы находимся на улице, там разные изображения лезут в глаза, или если вы сидите за компьютером, то тоже. Спасибо большое, Лорочка, уже я думаю, что мне уже очень хочется еще поговорить, но я понимаю, что я уже должна отпускать. Я даже не сказала. Это да, это да, это вот как раз проблема нашего формата, но зато я думаю, что мы большой интерес пробудили у наших радиослушателей, те, кто нас не смог послушать или переслушать, потом сможет нас в записи на нашем канале Ютубе. Еще я хотела бы сказать, что на вашем сайте yoga-празрение.ukos.com так и называется, yoga-празрение, очень много информации, которые как бы полезны изучения для всех, кто изучает. Я рекомендую, я подготовлю этот курс, он будет очень эффективный, на мой взгляд. Еще последнее пожелание насчет полезных практик, которые доступны всем абсолютно, это чаще моргать. Моргать и почаще, потому что с морганием тоже происходит очищение глаз. В момент моргания можно завести себе за практику, допустим, во время ходьбы моргать на каждый шаг, когда сидите почаще моргать. Есть наблюдение ученых, что люди с аномалиями зрения, имеется в виду дальнозоркость или беззарухость, моргают в разы реже, чем люди с отличным зрением. То есть, возможно, дело просто в моргании, почаще моргать. Такой простой совет. Спасибо огромное, очень было приятно, и я надеюсь, не последний раз, я всегда просто, каждый раз, когда мне приходят, такие замечательные гости, красивые и прекрасные, мне хочется их приглашать и приглашать, и разговаривать, и разговаривать. Хочу напомнить, что с вами была Анастасия Хрущинская и Лариса Шейгородская из Киева, инструктора по йоге, и автор методик по йоге прозрения. Да? Так, назовем это. Вот, Лора с нами была из Киева, и мы с вами встречаемся по понедельникам в 9 часов утра по времени Сан-Франциско, 11 по времени Чикаго, где находится штаб-квартира нашего радио, Сан-Гейтс, и 19 часов было в Москве, нас скоро в Рим приведут, так что следите за нашими обновлениями, все анонсы у нас есть в социальных сетях. Еще раз спасибо и благодарю Ларису за очень интересный эфир и за прекрасную беседу. До новых встреч, дорогие друзья. Хорошего зрения. Пока. Спасибо, пока.